Отбуйство красок рябит в глазах. В тепличном комплексе Федерального научного центра овощеводства разгар цветения. Петунии, бегонии, бальзамины, бакопы, герань. И даже это не полный список цветов, которыми можно разукрасить серые будни. Сотрудники центра к сезону начали готовиться еще осенью. Это закупка торфа, горшков, кассет, куда это все высаживается. Еще с осени все это готовим. И в январе мы уже начинаем готовиться к сезону. Посажаем кашпо в конце января, начало февраля. Сеем какие-то ранние культуры, у которых долгий период развития. Бегония – одно из самых популярных растений у садоводов. Было открыто в конце 17 века. В России стало популярным два столетия спустя, после Отечественной войны 1812 года. Этот цветок начинают сеять еще в конце января-начале февраля, чтобы к весне увидеть всходы. Они махровые, разных-разных оттенков. Желтые, красные, белые, розовые, там с каемочкой. Мы его можем на окошко поставить или посадить? Его можно посадить в грунт, можно оставить на окошке. И осенью, когда уже все отсвели, они начинают, там к осени образуется клубень. Осенью специалисты рекомендуют аккуратно убрать стебель бегонии, не потревожив клубень. На зиму цветок уходит в спячку, чтобы весной расцвести с новой силой. Александр Рябцев приехал в теплицу по заданию супруги. Она-то и помогла определиться ему с выбором. Питунь. Почему питунь? Огурочки. Потому что красиво, потому что на улице посадить, красиво смотрится вдоль дома. Можно выращивать дома на окне или балконе, а можно украсить дачный участок. И это относится не только к цветам. Можно и на окошке вырастить. Герань на балконе. У нас есть ампельные томаты, которые можно вырастить на балконе и которые будут весь сезон вас радовать урожаем. Потом цветы. То же самое можно вырастить на балконе. Как сейчас модно сети фермы. Все же это в замкнутом пространстве на маленьком объеме. Поэтому подкармливайте, удобряйте и выращивайте. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.